Беседа о Давиде-Царе и Павле-Апостоле, покаянии, о разных изречениях в Псалтире. Недавно мы слышали слова песна Писса Давида. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, помножишь тущий дрот Твоих, очисти беззаконие мою. И еще тот же Давид, взывая сердце, очисти, созиди во мне, Боже, и дух правый, обнови внутри меня. Почему же пророк говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей? Потому что где милость, там несомненно спасение, где милость, там не производится суда, где милость, там не требуется отчета. Я желаю, говорит он, только быть помилованным, избавь меня от моей немощи. И почему, взывая Давид, сердце, очисти, сотвори во мне, Боже. Тот, кто совершил множество славных дел, возник столько трофеев, умертвил Голиафа, задушил льва, имел такое дерзновение от Святого Духа, говорит, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Меня, говорит, бывшего земледельца, ты сделал царем, сделал царем, поставил к пророкам, помог мне одержать победу на войне, не изложить Голиафа, не крепостью телесную, но силою веры, облег меня парфиры, отверг другого и возвел меня, даровав мне богатство. Чтобы оправдаться в словесах Твоих. Тот, что обвешала от греха, обновила благодать. Что же сам ты, пророк, воздашь Богу? Научу беззаконных путям Твоими нечестивые к Тебе обратятся. Не распространяясь о царстве, он говорит о пророчестве. Ты удостоил меня такой чести, что открыл мне сына своего и сделал его ведомым для меня. Я познал, что ты имеешь сына, принявшего естество человеческое. Узнал, что ты имеешь сопрестольного Тебе. И я возвестил вселенный крест, погребение, несшествие с неба, воскресение его. Сказал о суде его, сказал о спасении язычников, сказал об избрании апостолов, сказал об отвержении иудеев, сказал о призвании церкви, сказал о лике дев, о сиденье его одесну и тебя. Все, безвестные и тайные премудрости Твоей, явил он мне. Где же он возвестил это? Послушай самого пророка. Как он говорит о нешестве Сына Божия с неба, сойдет, как дождь на руно. Потому что Сын Божий, пришедший, не потрясал вселенную, не бросал молнии, не извергал громов, приходил не с открытым божеством. Если бы он открыл божество свое, то и горы не перенесли бы этого, и солнце погасло бы. Если бы он открыл существо свое, то луна исчезла бы, земля погибла бы, вся наша природа уничтожилась бы. Потом он и приходил тихо и без шума, так что никто не знал. Но для всех незаметно пришел и вселился в девическое чрево. О, дивные и необыкновенные дела! Камень распадается, а чрево не расторгается. Горы разрушаются, а чрево носит Бога. Как я объясню это? Как представлю? О, безумие богохульника! Скажи, как раба носила Бога в очреве? И следующее, высокое, объясни, низшее. Как вездесущий был в очреве и в то же время был на небе. То, что он сидел на божественном престоле и в то же время пребывал в очреве, девы, я знаю. А как? Не знаю. Я принимаю верою, а не следую разумом. Что он явился, что он имел, явите. Не производя ни смятения, ни шума, ни погибели, ни разрушения, сойдет, как дождь на руну. Так ты сказал о царстве его, сказал и о предательстве. И идущий хлеб мой поднял на меня питу. Скажи же и о суде его, что метутся язычники народа замышляют тщетное. Скажи и о кресте. Пронзили руки мои и ноги мои, так что можно счесть все кости. Скажи и о желче данной ему. И далее в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Скажи и о помазании его. Умастил елеем главу мою. Скажи и о крещении его. На воде покойных, на водах питает меня. Пажетем добрым водит меня. Скажи о таинствах его. Приготовил трапезу пред врагами моими. Скажи о чаше его. Чаша моя упоевает меня. Скажи об отвержении иудеев. Не приму от дома твоего тельцов, не от сад твоих козлов. Скажи и о хуле на него иудеев. Уповал на Господа, да избавит его, да спасет его. Скажи и о спасении язычников. Проси у меня и дам тебе в наследие народы. Скажи и о погребении его. Не оставишь души моей в аде. Не дашь святому твоему увидеть тление. Скажи и о вознесении его на небеса. Взошел Бог при воскресании. Господь во гласе трубном. Скажи и об избрании апостолов. Вместо отцов твоих были тебе сыны. Скажи и о лике дев. Приведутся к царю девы во след ее. Скажи и о призвании церкви. Предстала царица одеснуя тебя в ризах позвлащенных. Скажи и о сидении у одесной отца. Сказал Господь. Господу моему сидя одеснуя меня. Да коли положу врагов твоих в подножие ног своих. Так. Давид. Ты возвестил пророчество обо всем. Для чего же взываешь? Сердце чисто созижди во мне Боже. И дух правый обнови внутри меня. Ты царь. Ты одет в диагему. Ты облечен порфирою. Но, говорит он, все это листья. Ночь и сновидение. Я ищу другой красоты. Даруй мне Духа Святого, чтобы ты опять беседовал со мной, и я беседовал с тобою. Дух отступил от меня, как отступает голубь, видя грязь. Я хочу возвратить его. Тогда приду и явлюсь пред лицом твоим. А теперь не могу выносить этого. Смотри же, сколь великое зло грех. Какой грех? Прелюбодеяние, убийство, преступление закона, нарушение заповедей Божьих. Говорю это не для того, чтобы осудить пророка, но чтобы показать скорое его раскаяние. Пророк надлежащим образом исполнил написанное «Скажи мне беззакония твои прежде, чтобы оправдаться». Исайя 43, 26. Его оправдали слова, которые он произнес «Согрешил я пред Господом». Затем пришел пророк Нафан и сказал «И Господь простил тебя». Скоро совершен грех, еще скорее раскаяние. Согрешив женой Иурию, он был поражен этим грехом и, приступив к написанию псалма, сказал «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Полным раскаянием он получил полное отпущение греха. И Павел, как был помилован? Господь сказал ему «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» О, человеколюбие владыки! Человеку он говорит, что ты меня гонишь. Он подражает здесь своему отцу, как тот говорил народу еврейскому «Народ мой, чем я оскорбил вас? Или чем обидел вас? Отвечайте мне, Михея 6.3». Так и сын его говорит «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Что же, Павел? Он отвечал «Кто ты, Господи, говорящий мне?» О, благоразумный раб! Он тотчас исповедует владычество Господа. «Кто ты?» Говорит «Господи!» Господь же сказал ему «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь!» «Востав, иди в Дамаск, и там будет сказано тебе, что тебе надлежит делать!» И бывший некогда волком, теперь стал овцою. Бывший некогда гонителем, теперь стал евангелистом. Бывший некогда плевелом, теперь стал пшеницею. Бывший некогда гонителем и губителем, теперь стал правителем народа. Бывшему некогда разорителем церкви, теперь сдеряется она. Бывший некогда истребителем винограда, теперь стал насадителем его. Бывший некогда свинцом, теперь стал золотом. Так и ты, возлюбленный, взывай при великом шуме грехов своих, И тотчас услышишь Господа, великого человеколюбия владыки. Бог сделался человеком, не шел и селился в девическое чрево, И призвал кого? Волхвов. А после них кого? Блудницы. А после нее кого? Разбойника. А после него кого? Богохульника. О, дивные и необыкновенные дела. Начатком призванных были великие грешники. Так как вселенная была в дурном состоянии, Люди преданы были греховному сну, иудейству и великой беспечности, То он, пришедший вначале, призвал в церковь грешников, Чтобы после никто не отчаивался в своем спасении. Ты нечистив? Вспомни о разбойнике. Ты нечист? Вспомни о блуднице. Ты хулил Бога? Вспомни о Павле, который хулил его. Ты неверный? Вспомни о волхвах. Я знаю, как грех доводит до отчаяния. Дьявол, изощряя меч, предстоит и говорит тебе такие слова. Всю жизнь свою ты проводил с блудницами, Притом нарушал клятвы, прелюбодействовал хуже всех в настоящей жизни. Таковы слова дьявола. Но ты смело приступай к делам противоположным. Ты пал? Восстань же. Ты благодействовал? Раскайся. Ты прелюбодействовал? Исправься. Не велико твое покаяние, но велико человеколюбие владыки. Пока ты имеешь дыхание и находясь на самом одре, совершай покаяние. Трудность дело привлечет человеколюбие Божие. Прилагай эти врачевства, и ты укротишь пламень. Знаю, возлюбленный, что много ран душевных, но каждая рана имеет свое соответствующее и готовое для ней врачевство. Ты имеешь церковь, которая низводит дары духа. Ты имеешь сон мучеников и много другого, что может обращать тебя от греха к праведности. Вы слышали о некоторых грехах праведников? Но видели и скорое их раскаяние словами и слезами. Так сам Давид взывал, слезами моими, орошаю постель мою. И Павел говорил, но помилован, потому что гнал в неведении Христа. 1 Тимофея 1.13 Итак, не будем и мы отчаиваться в своем спасении, вспоминая о тех, которые прежде согрешали и удостоились Царства Небесного, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава с Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.